Долгожданное событие состоялось в Жарковском районе. В понедельник там были введены в эксплуатацию межпоселковой и внутрипоселковой газопроводы. С работой газорегуляторного пункта ознакомился губернатор, который посетил муниципалитет с рабочим визитом. Роман Быков побывал на месте событий. Газификация в Тверской области набирает обороты. Напомним, что голубое топливо придет в 14 муниципалитетов, где его до сих пор не было. Первым среди них стал Жарковский район. А значит такая картина, где на улицах поселка почти везде можно встретить полейницу, начнет уходить в прошлое. В общей сложности в поселке созданы условия для газификации порядка полутора тысяч домовладений, социальных объектов и предприятий. А также перевода на данный вид топлива 11 котельных. Для нас это очень историческое событие. Почему? Потому что это совместная программа смоленских газовиков и тверских. Это большой газопровод длиною 36 километров, 17,8 километров по Смоленской области, 18,2 по Тверской области. Стройка началась в сентябре прошлого года. В ноябре этого года стройка была окончена. Во время посещения газорегуляторного пункта поселка Жарковский состоялось символическое зажжение газовой горелки. Также главе региона был продемонстрирован мобильный офис. С его помощью собираются заявки на подключение от жителей отдаленных населенных пунктов. Заявителю необходимо иметь при себе только паспорт и СНИЛС и данные о его доме, то, что дом зарегистрирован. В мобильном офисе находится компьютер, тут же принимается информация, регистрируется. И в соответствии с этим заявитель ждет свои 30 дней и получает договор. Одной из первых потребителей природного газа в Жарковском стала семья Раисы и Александра Ивановых, в доме которых побывал Игорь Руденя. Проходите. А вот. Смотрите. А это у вас колонка теперь, да? Котелка. Да, котел. Программа догазификации Тверской области реализуется по поручению президента Владимира Путина. Всего до 2025 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию более 148 километров газопроводов-отводов, 1 тысячи сотни километров сетей. Это даст возможность обеспечить голубым топливом свыше 46 тысяч домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий. Выполняя задачи по газификации территории Тверской области, мы формируем инвестиционную привлекательность и перспективу развития таких районов, как Жарковский. У нас есть возможность развивать свою промышленность, возможность развивать свое производство и возможность сегодня подключить газ к новым предприятиям, к новым объектам. Кроме того, по поручению главы государства принято решение об увеличении предельного размера поддержки льготных категорий граждан на газификацию домов и квартир. Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, которые смогут получить субсидию в размере до 100 тысяч рублей. Семьи с пятью и более детьми имеют право на поддержку в объеме до 300 тысяч. Продолжение следует...